В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В честь Дня строителя честовали лучших представителей профессии. Сегодня строится огромное количество школ, детских садов, социальных учреждений, больниц, поликлиник. Очередной форум День соседей в поселке Петровское. Володарское шоссе. Это очень актуальная инициатива. Педагог из Видновской школы номер 7 Анна Ермакова в числе победителей конкурса лучший учитель Московской области. Новые достижения. И на этом, я думаю, что мы не будем останавливаться. В августе свой праздник отмечают работники строительной отрасли. Профессионалы, которые творят, созидают, строят жилье, а значит, дарят людям счастье. На торжественном чествовании лучших из лучших побывала наша съемочная группа. Слово Екатерине Коваленко. Плоды их труда буквально повсюду и видны невооруженным глазом. В августе принимают поздравления строители. В последние годы отрасль, в том числе в Ленинском округе, развивается особенно бурно. Что, в свою очередь, дает мощнейший импульс экономики. Рекордными темпами вводятся новое жилье и социальные объекты. Школы, детские сады, поликлиники, больницы. Создаются производства, расширяется транспортная сеть. На сегодняшний день, если говорить про жилищный фонд нашего города, у нас он уже более 15 миллионов квадратных метров составляет. И сегодня мы также много строим в нашем городском округе. Один из самых быстро растущих городских округов в Московской области – это Ленинский городской округ. Вы знаете об этом. Сегодня строится огромное количество школ, детских садов, социальных учреждений, больниц, поликлиник. И только в этом году мы с вами вводим в строй 6 новых школ. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров поздравил лучших строителей муниципалитета и поблагодарил их за столь важный труд. На сцену поднимались представители многих профессий – и архитекторы, и каменщики, и инженеры, и проектировщики. Все они, сообща, решают по-настоящему масштабные задачи. Илья Корнев в строительстве уже 12 лет, и все эти годы своей главной мотивацией называют счастливые лица новоселов. Видишь вначале поле, в самом начале, да, потом начинается там офис продаж, люди покупают квартиры, они еще не знают, как, что там будет, да, и когда они туда заезжают, в этот новый микрорайон, когда это совершенно все оживает, да, это дорогого стоит. Признается в любви к своей работе и коллега Ильи Корнева Григорий Калашников, директор по строительству одной из крупнейших компаний, выбрал профессию еще в детстве. Я потомственный строитель, в третьем поколении, особо выбора не стояло. Родители, дедушка, ты можешь реализовать себя во многих отраслях строительство, это интересно. То есть сначала попробовал одно, потом другое, третье. Нету предела совершенства. Передовые технологии, материалы, колоссальный накопленный опыт. Строительная сфера двигается вперед с колоссальной скоростью. И главные волшебники здесь, конечно, строители. С праздником! Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В Ленинском городском округе продолжаются форумы под названием «День соседей». Очередная встреча прошла в поселке Петровское, которую посетили более 300 жителей. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. Форум «День соседей» в поселке Петровское собрал неравнодушных жителей из разных населенных пунктов муниципалитета. Многие из них участвовали в дворовых собраниях, в ходе которых были подняты наиболее важные темы. И в результате сформированы социально значимые инициативы. Это ремонт игровых площадок, обустройство уличного освещения и пешеходных дорожек, организация систем водоснабжения и водоотведения в новых микрорайонах, строительство школ и детских садов. У меня дочка учится в 11-й школе. И для нас очень важно, чтобы открыли еще одну школу, потому что 11-я школа очень переполнена. Дети учатся в две смены. У детей, у кого вторая смена, у них не остается времени на дополнительное образование. То есть никакие кружки, ничего ребенок не может посещать. Володарское шоссе – это очень актуальная инициатива. Благодаря ей загруженность в городе будет уже меньше. Полностью поддерживают данный проект, прямо всеми руками. И вот хочу, чтобы вот эту вот инициативу скорее доработали. На форуме жителям были представлены уже реализованные проекты. Строительство детского сада на 350 мест в деревне Коробова и открытие первого в России централизованного отделения первичной медико-санитарной помощи на дому. Тем не менее, остается ряд задач, требующих выполнения. Инициатива благоустройства набережной реки Купеленко и очистка самой реки. Так как я являюсь жилицей этого района, и мы бы хотели видеть любимые места наших прогулок, чтобы оно было не только благоустроенным и радовало бы вас, но и чистым. На собрании жители выбрали инициативы, которые будут реализованы в ближайшее время. Результаты голосования опубликуют в домовых чатах. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Ленинский округ богат на профессионалов своего дела. Одним из них по праву является Анна Ермакова, учитель английского языка из Видновской школы номер 7. В этом году она получила звание лучший учитель Московской области. Как Анна Викторовна находит контакт с детьми и за что любит профессию, узнала Инга Инчук. В Видновской школе номер 7 Анна Викторовна работает учителем английского 23 год. Она отмечает, что полюбила предмет, когда еще сама сидела за партой. Позже в студенческие годы Анна Викторовна решила, что хочет связать с ним дело своей жизни. Работа учителя состоит не только в преподавании, в отдельных уроках, а это некое связующее звено и воспитательная работа, и классное руководство, и внеурочная деятельность, живое общение с детьми, когда от них заряжаешься энергией. Их любопытство, оно и позволяет развиваться и самому учителю в своей профессии. В этом году Анна Викторовна решила проявить себя на конкурсе лучший учитель Московской области. На нем необходимо было показать, каких достижений смогли совместно достичь педагог с учениками. Оценивались успеваемость ребят, их неурочная деятельность и проявления на Олимпиадах. Все эти показатели были оценены по высшему уровню. Достижения масштабного уровня, но так же это плавно перетекает в новый учебный год, новые достижения. И на этом, я думаю, что мы не будем останавливаться. Конечно, меня поздравил наш директор Ольга Ивановна. Я также ей благодарна за то, что она нашла по мне какую-то, наверное, искорку и поддержала меня. Анна Викторовна отмечает стремление учителя к саморазвитию первостепенно в обучении детей. Педагогу необходимо оттачивать профессиональные навыки, чтобы передавать знания следующим поколениям. Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Ленинском городском округе сотрудники госавтоинспекции познакомили ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Салют» с деятельностью ГАИ. Они напомнили ребятам правила безопасности на дороге, особенно на самокатах и велосипедах. Подробнее в нашем сюжете. Госавтоинспекторы посетили оздоровительный лагерь «Салют» с профилактическим мероприятием. Они напомнили детям о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности и рассказали об опасных ситуациях на проезжей части. Воспитанники разбирали различные дорожные ситуации и даже узнали, как переводить малышей через дорогу. Нужно взять вот так. В этом случае у вас никуда ваш брат или сестра не денутся. Только вот так. Также детям показали видеоролики на тему важности соблюдения правил дорожного движения. На этом день в лагере не закончился, и сотрудники госавтоинспекции организовали воспитанникам экскурсию в профессию. Газина 8. Патронов заряжаем сюда. Также у нас есть второй магазин. Если закончится, так же заряжаем. Дети подробно узнали об элементах индивидуальной защиты и даже смогли примерить служебную экипировку сотрудников ДПС. Бронежилет, защитный шлем, а также подержать резиновую дубинку. Это 40 килограмм же весит, правильно? Мне особо тяжело, не ощущается. Ой, давайте. Надо еще шлем держать. Не, ну щит легенький. Щит легенький. Дубинка тоже легенькая. Больно бьет, кстати. Я знала, что эта профессия такая сложная. То, что вот это все... Я думала, это все полегче. Там еще в фильмах мы там все бегают. Особый интерес вызвал патрульный автомобиль с цветографической схемой и сигнальной громкоговорящей установкой. Воспитанники лагеря узнали об оснащении и возможностях современных патрульных машин. Вот этот звуковой сигнал. Нажимай, не бойся. Также можешь звук нажать. Это другие сигналы уже будут. Они меняются. Чтобы посидеть в автомобиле, выстроились длинные очереди. Мальчишки и девчонки терпеливо ждали, когда можно будет что-то сказать в громкоговоритель или включить сирену. Нам дали померить бронежилеты, каски. Показали пневматические пистолеты. Ну, мне понравилась машина. Особенно вот это громкоговоритель. Мне понравился гудок и вообще ваша сама машина. Мне понравилось абсолютно все. Это уже последняя смена в оздоровительном лагере. Через неделю дети вернутся домой и будут готовиться к новому учебному году. В преддверии учебного года напомнить еще раз детям о безопасности на дороге, при переходе проезжей части, быть внимательными. Продолжается чемпионат Московской области по футболу в Лиге А, в рамках которого видновский «Металлург» встретился с командой «Зоркий» из Красногорска. Как прошел матч и удалось ли нашим спортсменам по сумме накопленных очков укрепить свои позиции, узнала Екатерина Коваленко. Прошел очередной тур чемпионата Московской области по футболу в Лиге А и снова на стадионе «Металлург» развернулась жаркая борьба. В этот раз соперниками видновчан стали футболисты команды «Зоркий» из Красногорска. К игре наши спортсмены подошли в отличной форме и результаты не заставили себя долго ждать. Первый гол ворота соперника залетел на 23-й минуте. Дальше инициатива у видновских футболистов только нарастала и хозяев поля было уже не остановить. Высокий процент реализации игровых моментов позволил красно-черным вырваться вперед. Итоговый счет встречи 2-0 в пользу «Металлурга». Сегодняшняя игра была у нас, как всегда, тяжелой-тяжелой. И просто по одной простой причине мы идем на первом месте, и команда на нас сильно встраивает. Поэтому ответственность, все. Ну и результатом довольны и самокдача ребят. По мнению тренерского штаба «Металлурга», у команды высокий запас прочности и есть все шансы удержать первое место и стать победителями чемпионата. Команда дружная и сыгранная. Кстати, автором первого гола сегодня стал молодой перспективный футболист Георгий Пархоменко. За «Видная» игра уже второй год. Команда перспективная. Побеждаем, двигаемся дальше. На самом деле вот за два года это мой первый гол в официальных матчах, поэтому очень счастлив и благодарен Богу за этот гол. Приходите болеть за «Металлург» к расписанию матчей в социальных сетях клуба. Екатерина Коваленко, Евгения Бех, Ольга Садовская, «Видное ТВ». В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. В Центральном парке города Видное в 11.00 в субботу, 17 августа, пройдет познавательная программа для детей «Россия. Родина моя». Вход свободный. В 12.00 в субботу в библиотеке «Новодражено» состоится ролевая беседа «Игра. Тренинг толерантного поведения». Мероприятие направлено на развитие дружбы и сплоченности. 17-18 августа в Музее-заповеднике Горки-Ленинске в 10-й раз пройдет международный фестиваль джазовой сезоны. Идейный вдохновитель Игорь Бутман. Специальный гость – народный артист России Алексей Гуськов. В воскресенье в Центральном парке города Видное пройдет музыкальный фестиваль «Лето». Перед зрителями выступят группа «Лемниската», «Село Андреевка» и другие. Начало в 17.00. Проведите свои выходные. Интересно и с пользой. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова